Здравствуйте! Рассмотрим несколько задач на функции и области их определения и значений. Сначала давайте вспомним, что такое функция. Функция – это своеобразный оператор. Назовем функцию f. В основном функции так и называют. Если мы поместим в функцию какое-то значение х, то в результате мы получим какое-то определенное значение у. Или можно объяснить по-другому. Есть какое-то значение х, которое мы вкладываем в черный ящик, то есть функцию, совершаем на нем какие-то действия, и в результате получаем значение функции, то есть у. Множество значений, которые может принимать х, называется областью определения функции. Другими словами, все значения х, с которыми функция может спокойно работать – это область определения. А множество значений у, которые производит функция, называется областью значений функции. Немного вспомнили. Теперь приступим к выполнению заданий. В первую очередь мы записываем функцию, а потом находим области определения и значений функции. Итак, Дима получает за стрижку газонов 10 гривен в час. Нам нужно записать, сколько он получает в виде функции. Назовем эту функцию d. Значит, заработок Димы зависит от количества часов. h – это количество часов. Значит, d от h равно количеству часов умножить на плату за час работы, то есть 10 гривен умножить на h. Нет, знак умножить записывать не будем. И, конечно же, Дима никак не может отработать отрицательное количество часов. Следовательно, мы записываем, h должно быть больше или равно 0. Вот мы и задали функцию. Если нам нужно выяснить, сколько Дима получит, если отработает полчаса, то нам достаточно подставить вместо h 1 вторую и вычислить значение этого выражения. Давайте это запишем. Итак, за полчаса работы Дима получит 10 умножить на 1 вторую, а это 5 гривен. Вот мы и записали функцию заработка Димы в зависимости от количества отработанных часов. Ну, а теперь давайте разбираться с областями определения и значений функции. Итак, область определения. Я уже говорила о том, что h не может принимать отрицательные значения. Значения функции нельзя определить, если h меньше 0. Следовательно, здесь мы запишем неотрицательные. И мы можем сказать, что это все действительные числа, включая π и е, хотя на самом деле мы не можем заплатить Диме 10 умножить на π гривен. В реальном мире мы не сможем дать такую сумму, так как нам придется округлить ее до копеек, а это уже будет рациональное число. Следовательно, сумма, которую заработает Дима, должна быть выражена рациональным числом, то есть числом, которое можно записать в виде дроби. Поэтому числа π и е сюда не входят. И в область определения мы запишем не только неотрицательные, но и рациональные числа. Напоминаю, рациональные числа – это числа, которые можно представить в виде дроби, где числитель и знаменатель – это целые числа. Таким образом, переменная h может принимать только неотрицательные рациональные значения. Теперь будем разбираться с областью значений. Обратите внимание, вместо h мы можем подставить только неотрицательные рациональные числа, а он равен 10 умножить на h. Значит, подставляя вместо h неотрицательные рациональные числа, на выходе мы получим тоже неотрицательные рациональные числа. Значит, область значений функции – это все неотрицательные рациональные числа. Согласитесь, ничего сложного здесь нет, все довольно просто. Решим еще несколько задач. Мэри получает 25 долларов в час за преподавание математики. Минимальная стоимость урока – 15 долларов. Значит, Мэри заработает, это будет функция m . Мэри заработает 15 долларов, если не отработает полностью час. Если она получает 25 долларов в час, то чтобы получить 15 долларов, ей нужно отработать 15,25, или 3,5 часа. Следовательно, если она отработала меньше, чем 3,5 часа, но больше нуля, то за свою работу Мэри получит 15 долларов. Если, например, она работает 1,5 часа, то по сути она заработала только 5 долларов. Но так как минимальная плата составляет 15 долларов, то и получит она за 1,5 часа 15 долларов. Таким образом, если даже Мэри работает меньше 3,5 часа, то в любом случае она получит 15 долларов. 3,5 часа – это около 36 минут. А если же h больше 3,5, то ее услуги стоят 25 долларов. То есть она получит 25 умножить на h. Вот мы и представили заработок Мэри в виде функции. А какая же будет область определения этой функции? Опять-таки, значения функции можно вычислить только для неотрицательных значений h. И аналогично предыдущей функции мы не можем вместо h подставить π или е часов. Тогда вычислить заработок Мэри будет нереально. h должно принимать только те значения, которые можно представить в виде дроби. Если мы назовем, например, 5 часов, то 5 мы можем представить в виде дроби. Это то же самое, что и 5 первых. Таким образом, область определения – это все неотрицательные рациональные числа. А какая область значения этой функции, заработка Мэри? Заработок Мэри не может быть меньше 15 долларов. Неважно, сколько времени она работает, как минимум она получит 15 долларов. Значит, сумма, которую она может заработать, больше 15 долларов. Из этого следует, что область значений функции – это все рациональные числа, больше или равные 15. Не может быть такого, что она получит только 14 долларов или минус 1 доллар. В любом случае, оплата за ее работу будет больше или равна 15 долларам. Далее идут более абстрактные функции. Здесь мы можем вместо х подставить абсолютно любое действительное число. Сначала давайте перепишем эту функцию. f равно 15х-12. Какая область определения этой функции? Мы можем подставить любое действительное число. Здесь нет никаких ограничений. Можем подставить π и корень квадратный из 2, и число е, все что угодно. Значит, область определения – это все действительные числа. Мы можем подставить вместо х любое число и вычислить значение функции. А какой же будет область значения этой функции? Давайте запишем область значений. Вместо х мы можем подставить абсолютно любое действительное число. Например, если х будет равен какому-то отрицательному числу, то если мы умножим х на 15 и отнимем еще 12, то в итоге получим тоже отрицательное число. Точно так же мы можем получить в результате и 0, или любое другое число. Из этого следует, что область значений – тоже все действительные числа. Следующая функция f равно 2х² плюс 5. Какая область определения этой функции? Какие числа мы можем подставить вместо х вот сюда? Да любые. Мы можем подставить даже число е. Это будет 2 ² плюс 5. Мы можем подставить отрицательное число, или корень квадратный из 2. Значит, область определения – это все действительные числа, положительные, отрицательные, даже и рациональные. А вот какой будет область значений этой функции? Это уже интересней. Не важно, какое значение мы подставим вместо х. Вот эта часть выражения всегда будет больше или равна 0. Этот член всегда будет неотрицательным. Даже если мы подставим вместо х отрицательное число. Ведь отрицательное число в квадрате все равно равно положительному числу. Значит, вот эта часть выражения неотрицательная. А если мы к неотрицательному числу прибавим 5, то в итоге мы получим неотрицательное число, увеличенное на 5. Минимальное значение, которое может принимать функция – это 5, когда х равен 0. Так что больше х0 или меньше – неважно, значение функции все равно будет больше 5. Таким образом, область значения функции – это все действительные числа, которые больше или равны 5. Никогда значение функции не будет равно 0. Такого просто не может быть. Идем дальше. Задание номер 5. f равно 1 разделить на х. И нам нужно выяснить, какая область определения этой функции. Итак, область определения. Вместо х мы можем подставить абсолютно любое действительное число. Следовательно, область определения – это все действительные числа. Теперь разберемся с областью значений функции. Здесь уже интересней. Хотя, простите, немного не так. Нужно быть очень внимательным. Вернемся к области определения. Мы не можем вычислить значение при х, равном 0. Значит, область определения – это все действительные числа, кроме 0. То есть все числа, не равные 0. Если функцию вместо х подставим 0, то получится выражение 1 разделить на 0. А на 0, как мы знаем, делить нельзя. Функция в этой точке не определена. Давайте это запишем. Я поспешила и допустила очень грубую ошибку. Итак, f не определено. Другими словами, это означает, что когда х равен 0, мы не можем сказать, чему равна функция. Нет соответствующего значения. Вот почему в этой точке функция не определена. Область определения – это все действительные числа, кроме 0. И какая же все-таки область значения этой функции? Опять-таки, мы можем взять любое значение х, кроме 0. По сути, функция стремится к 0. Если х будет равен очень-очень большому числу, то значение функции будет очень-очень маленьким, почти доходящим до 0, но все же не равным ему. Если же х будет очень-очень большим, только со знаком «минус», то значение функции тоже будет стремиться к 0, но только с другой стороны. Но никогда эта функция не будет равна 0. Значит, опять-таки, область значений функции – это все действительные числа, не равные 0. Следующее задание, номер 6. Нам нужно найти область значений функции у равен х в квадрате минус 5, если задана область определения. Нам даны конкретные значения, которые может принимать х. это минус 2, минус 1, 0, 1 и 2. Функцию мы можем записать так. f равно х в квадрате минус 5. Для х, которые входят во множество минус 2, минус 1, 0, 1 и 2. Для любого другого значения х функцию определить никак нельзя. Мы можем вычислить, чему равна функция только в том случае, если х равен одному из этих значений. Какая же область значений у этой функции? Область значений – это все значения функции при всех значениях х. Значит, область значений – это множество, состоящее из всех чисел, которые мы получим в результате подстановки в функцию всех этих х. Начнем с первого. Чему равна функция от минус 2? Это будет минус 2 в квадрате минус 5, а это равно 4 минус 5 или минус 1. Теперь минус 1. Минус 1 в квадрате минус 5 – это 1 минус 5, или минус 4. Функция от 0 чему равна? 0 в квадрате… …f равно 0 в квадрате минус 5, или просто минус 5. Затем идет 1. 1 в квадрате минус 5 опять-таки равно минус 4. У нас уже есть это число во множестве значений. Вот оно. И, наконец, последнее. Значение х – 2 в квадрате минус 5 равно минус 1. Это число у нас уже есть в нашем множестве тоже. Следовательно, это и есть все значения, которые может принимать функция, исходя из этой области определений. На этом все. До скорых встреч!